Жалоб на экологию в службу по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды от югорчан становится все больше. Уже сегодня их зафиксировали почти столько же, сколько за весь прошлый год. Об этом журналистам рассказал Сергей Пикунов, руководитель соответствующего подразделения. В прошлом году служба вынесла больше трех тысяч постановлений на общую сумму в 50 миллионов рублей. Сегодня оплачено уже 44 миллиона. Сергей Пикунов отметил, что по исполнению предписаний наш регион находится на первом месте в стране. Однако одной из главных проблем для службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды сегодня остается ликвидация несанкционированных свалок. С этой целью Министерство природных ресурсов издало приказ о выявлении ликвидации несанкционированных свалок. Ведется статистика и распределяется на два уровня власти, федеральный и региональный. Ну и здесь мы вносим свой посильный вклад. 9 месяцев этого года 153. Общий тренд снижается. И я бы сказал бы, что это хорошо. Сергей Пикунов добавил, что в Югре, в одном из первых регионов России, разработана территориальная схема наблюдения за состоянием окружающей среды. Если взять данные по поверхностным вводам, то это 17 федеральных общенаблюдательных постов и больше 1700 в рамках локального экологического мониторинга. В этом году, сообщил чиновник, на АБИ зарегистрировано одно экстремальное загрязнение. В прошлом, для сравнения, таких было 4. Кстати, на чистоту окружных рек сейчас очень сильно влияет тот факт, что устарели очистные сооружения ЖКХ. Самые запущенные в этом отношении муниципалитеты Нягань и Нефтьюганск. Основными факторами, которые влияют на состояние водных объектов, к сожалению, сейчас на первое место выходит жилищно-коммунальная сфера. Это качество очистки источных вод и сброс коммунальных стоков без очистки и неорганизованный сброс с территории поселения.